Всем привет, Сергей из Лорида. Я собираюсь сравнить Розенбаума и Высоцкого по пяти показателям, выяснить, кто из них лучше. Эти критерии поэзия, музыка, гитара, вокал и последний критерий сцена или лучше, наверное, слово было бы режиссура. Итак, погнали. Первый критерий – это поэзия. Значит, оба артиста – очень хорошие поэты, очень близкого уровня друг к другу. Но мне больше нравятся у Розенбаума, у него такие поэтические образы, очень красивые. Вот именно поэзия, именно литературная, как бы с литературной стороны. Вот. Розенбаум 5 с плюсом, Высоцкий 5. Вот. Если какое-то сравнение, чтобы сравнить их творчество с кем-то еще, то если бы я разбирал Гагарину и Военгу, я бы им по двойке поставил. Вот. А Вознесенский и Быков, Леонид Быков, по-моему, этот поэт. Вот. Я почитал очень слабенькие стихи, рифмы ужасные, горбатые какие-то рифмы. У обоих, кстати, я говорю. Вот. И строение струф очень плохое. Вот. У Быкова вообще в некоторых местах вообще никаких рифм нет. Я не знаю, кто его считает поэтом, мне вообще-то непонятно. Вот. Евтушенко был очень хороший, очень хорошие стихи у Евтушенко. Я почитал несколько отличные рифмы. Вот. Немножечко я отвлекся, извиняюсь. Может быть, кому-то интересно это было отвлечение. Следующий критерий – это музыка. Трудно ожидать, что человек без музыкального образования будет писать такую же хорошую музыку, как будет писать человек с музыкальным образованием. А у Александра Зимбаума за плечами музыкальная школа по классу скрипки. А скрипачи, мне кажется, это вообще какая-то такая, знаете, отдельная каста, более высокая. Почему? Потому что у них у всех должен быть обязательно идеальный слух. На скрипичном грифе нету ладов, и скрипач просто должен иметь идеальный слух, иначе, наверное, просто человек школу не закончит, мне кажется, так. Вот. Что касается музыки Высоцкого, знаете, это уровень самодеятельной песни. Вот в городах есть такие клубы самодеятельной песни, и там огромное количество людей, которые никакого отношения к музыке не имеют, и они пишут вот эти вот какие-то мелодии. В общем, по музыке Розенбам 5, Высоцкий 3. Следующий критерий гитара. Это очень любопытный вопрос, потому что... Значит, я наблюдал одного и второго, как они аккомпанированы гитаре. И по Высоцкому вначале мне вообще казалось, что он только на 4-х струнах играет. Вот. Потом я заметил, что он еще и 5-ю использует. То есть всего у него 7-струнная гитара, он использует всего 5 струн. Две струны ему вообще не нужны были. Вот. И у меня по Высоцкому такое сложилось впечатление, что вот он как в 17 лет ему подарили гитару. Вот как он 5 аккордов выучил тогда. И вот он на этих 5 аккордах всю жизнь и песни писал. Вот. Что касается Александра Розенбаума, у него очень интересно. Он строй гитары изменил. Вот. Ну, естественно, на всех струнах играет, на верхние две струны. Он использует как басы, зажимает их большим пальцем. И таким образом может двигаться по грифу в любом направлении, меняя тональность, о чем он и рассказывал в одном из своих интервью. Это очень интересный такой вот подход, мне кажется. Конечно же, Розенбаум после музыкальной школы все аккорды знает и использует все более сложные аккорды для того, чтобы песня звучала красиво. Розенбаум 5, Высоцкий 3 за гитару. Так, вокал. Вокал. О, я забыл сказать, что у Розенбаума мелодии, песен имеют достаточно большой диапазон. Вот. Естественно, под этот, не знаю, наверное, полторы октавы у него есть. Я не проверял по нотам. Надо посмотреть. Может, кто-то из музыкантов посмотрит. Вот. Что касается песен Высоцкого, то я не уверен, что там хотя бы одна октава есть даже. Вот. Соответственно, естественно, если и вокал более сложный, значит, его и петь труднее. Вот. Голос очень хороший у Александра Розенбаума. Что касается голоса Высоцкого, то у него, конечно, вокал очень слабенький. Наверное, он брал за счет выразительности и за счет вот этого голоса своего Хрипатова, который, кстати, как я считаю, это не был его голос. Это не настоящий его голос. Это актерские штучки. Он просто изменил свой голос. И вот такой вот хрипатый голос добавил ему такой мужественный образ, который ему помогал и с песнями, и в кино. Вот. Был такой очень хороший актер Алялин. Я не знаю, жив он или нет. В фильме «Освобождение» он говорит точно таким же голосом, то есть низким хрипатым голосом. И есть еще актеры. По-моему, такой актер был «Громада». Вот. Надо проверить. Тоже таким же голосом говорил. То есть это такие актерские штучки. И я абсолютно никакого отношения к актерским делам не имею, но в жизни мне приходилось. Я просто менял свой голос. И в одном случае я говорил низким голосом, басом. Ну, конечно, не таким хрипатым, как у Высоцкого. Но что-то вот в этом роде. Почему я голос тогда менял? У меня просто по работе было достаточно большое количество подчиненных. Вот. И мне нужно было заставлять их делать то, что они не хотели делать. И вот я считал, что этот голос мне помогал. Сейчас смешно. Вот. А в другой ситуации я менял голос и говорил приблизительно вот так вот. Вот-вот где-то так вот я разговаривал. Да, я знаю, на что это похоже. Можете не писать. Вот. А почему я песклявым голосом разговаривал? Потому что тут в США, когда машины покупатель звонит и хочет машину купить, и слышит еще голос с акцентом, вот, и еще и грубый голос, то, конечно, многие покупатели просто не приезжают. Когда они слышат песклявый голос вот такой, ну, один думает, ну, сейчас приеду, быстренько его на цену задавлю. Вот. Опять отвлекся. Так. С вокалом Розенбаума 5 у Высоцкого 3. И последний критерий – это режиссура. Ну, что я имею в виду под режиссурой? Это, ну, что на сцене происходит. У Розенбаума музыканты есть. Вот я сегодня смотрел, по-моему, значит, у него был соло-гитарист, у него был аккордеон, у него был пианист, клавишник, наверное, более правильное название. Еще девочки там на подпевках. То есть, все на очень высоком уровне сделано. Ну, для нас, для зрителей, чтобы нам было приятнее слушать. Так что, конечно же, ну, оценку трудно поставить, потому что у Высоцкого-то ничего не было, кроме гитары и своего актерского мастерства. На этом у меня все. В общем, по всем показателям Розенбаума лучше, что совершенно естественно, учитывая музыкальное образование. Я повторяюсь, вот, но это важно. Вот, что касается образов, поэтических образов Розенбаума, я нашел очень хорошие картины, которые соответствуют одной из песен Александра Розенбаума. А какой именно песни, это Вы уже, я думаю, догадаетесь сами. На этом у меня все. Напишите, пожалуйста, Ваше мнение. Согласны Вы или не согласны? Если не согласны, то по каким критериям? Я перечислю пять критериев и на этом заканчиваю. Первый критерий – поэзия. Второй критерий – музыка. Третий – гитара. Четвертый – вокал. И пятый – это сцена или же режиссура. Все, пока. Bye.